Йоу, ребятки, всем привет, с вами Иван Браун и очередное видео по Diablo 2. Сезон номер 8, Project Diablo 2, не такое большое количество изменений, как хотелось бы, привело меня к билдам, на которых я еще плотненько не играл. Первую неделю была Амазонка, я шел через Poison почти с самого начала, не очень хороший стартер, но по сути отличный маппер, но как-то она наскучила и по ней я решил ничего вам не рассказывать, а сегодня мы рассмотрим Warcry Barba. Этот билд, один из лучших билдов под Травенкал, естественно, как всегда, Барб с его обкриком, ну и, конечно же, это хороший маппер, это хорошая выживаемость и так далее и тому подобное. Возможно, главный минус этого билда в небольшом количестве урона в соло цель, но в целом это не так страшно, если мы ориентируемся именно на мапки. Итак, давайте смотреть скиллы. И для начала, конечно же, ветка Warcrys. И основной скилл Warcry, дамажащая нова, очень напоминает мне, на самом деле, по плейстайлу это нова сорку, которую мы делали, я делал ее два раза уже в этом моде. Вот, и по выживаемости, в принципе, очень похожи два эти билда. Тем не менее, мы видим Warcry и кучу синергии к нему, и, возможно, поначалу покажется, а что же кидать, такой большой выбор, но, на самом деле, выбор-то не так уж и велик. Естественно, мы используем Battle Orders, хп мана. Естественно, мы используем Battle Command, прокачанный на максимум, поскольку это плюс три скилла, которому мы будем очень рады, и также могут быть рады члены пати. Если вы играете в пати, я немножко в пати в этом сезоне играл, поэтому этот билд за счет хотя бы этих двух криков в пати вписывается просто прекрасно. И, конечно же, наш крик Battle Cry. Естественно, выкачивается на максимум, потому что Physical Damage Resistance минус 36, это еще без апкрика, его, по сути, больше, это очень много. Это помогает порой даже и пробить иммунность, ну, не считая того, что у нас еще и на мерке есть Amplify, который тоже помогает это сделать. Хотя иммуны, конечно, встречаются не так часто, поскольку мапы с иммунами, мы стараемся, естественно, не бегать, но бывает-бывает при проке стоун скина и все такое. Даже просто при высоких своих базовых сопротивлениях это все работает здорово и, конечно, очень сильно усиливает наш урон. Казалось бы, три синергии, что можно взять четвертый? Пойнт и есть. Выбор остается Холл, Таунт и Шаут. Да, Холл дает больше всего урона, но на общем фоне уже вкачанных трех синергий это не такая уж и большая прибавка, поскольку это не отдельный множитель, это все складывается между собой. Поэтому от Холла я отказываюсь, потому что мы его использовать в любом случае не будем, Таунт тоже, а вот Шаутт еще больше диффенса нам сделать, чтобы по нам промахивались. Это самое то, поэтому последние поинты я уже докидываю в Шаутт. Что еще есть в ветке в Аркрайз? Это, естественно, Файндайтем, это один из главных до сих пор, несмотря на небольшой нерв пару патчей назад по поводу шанса. Один из самых главных вообще скиллов борьба на то, чтобы хорошо лутаться. И, естественно, Файндайтем, если мы бегаем Травинкал, а не бегать Травинкал хотя бы немного на этом борьбе, это грех, я считаю. Поэтому да, Файндайтем вкачиваем на единицу и с плюс скиллами получаем довольно хороший шанс. В принципе, вкидывать сюда поинты мало смысла, потому что скейлиться очень тяжело. Поэтому да, 35% со свопа, если мы используем Алибабы, вы знаете, уникальные мечи, которые увеличивают наш МФ, увеличивают шанс выпадения множества голды, да? С ними будет чуть-чуть шанс поменьше, но даже 33% оно того стоит, естественно. По поводу Варкрая, пожалуй, все. И у нас есть Combat Masteries. Конечно же, наши пассивки ничего не кидаем ни в какую пушку, потому что мы кастер, не атакующий. Combat Reflex, Increase Speed, все это по единице. Iron Skin и Natural Resistance. И кто-то может заметить, что в Iron Skin на один скилл больше. Маленькая тонкая хитрость. Один поинт мы докидываем и получаем за это 1% демочередакшна, поскольку здесь условие, что за два каждые твердые поинта мы получаем 1% демочередакшна. А поскольку мы все равно здесь проходим, почему бы еще одну единичку не докинуть и халявную 1% не получить? Да, Deep Points нам не нужен, как и все остальное в принципе. Ну и в Combat Skills ветки, по сути, мы ничего не используем, но если у вас бюджетная сборка без Enigme, а в финальном билде, конечно же, по-хорошему нужно использовать Enigme, она очень хороша, вы можете пройти, вкинув 3 поинта до Липа, и с плюс скиллами все равно Лип будет, конечно, хорошего радиуса, ну и какой-то кнопбэк на нем будет. Вот, поэтому будем использовать Лип, опять же, для бюджетного фарма Травинкала, прыгая Липом за колонны, туда и обратно, обкрикивая трупы, да, это все, конечно, помогает. Вот, но по итогу, когда у вас будет Enigme, естественно, вы все это выкидываете, остальное в этой ветке нас тоже не интересует. Вещи. Поскольку я на хардкоре, я считаю необходимой именно связку HOTA плюс Storm Shield. Storm Shield, как всегда, незаменимая шмотка под хардкор, номер 1, наверное, шмотка вообще для почти всех билдов, для большинства билдов, естественно, но особенно такой Storm Shield, когда залетает плюс один Скорапта, да еще и два сокета с пазлбокса, конечно, грех не использовать. Поэтому, да, Storm Shield я использую много где, как вы заметили. Ну, а по поводу HOTA, понятно, что это 3 скилла, понятно, что можно и побольше в плане скиллов что-то накидать, но в сочетании 3 скилла, скорость каста и резисты, это очень сильная пушка, я ей замены на самом деле не вижу. В плане плюс скиллов на дамаг именно Варкрая, конечно же, можно использовать немножко измененный Grandfather, вот, но тогда нам не будет хватать скорости каста, а делать этот билд на 63 FKR, это очень плохо. Это ощутимо медленнее, и я считаю, что такой барб должен быть обязательно со 105 FKR. Поэтому HOTA. Понятно, что если вы собираете билд на софте, вы можете использовать Brimstone Rain, там до 4 AllSkills, это посох такой, добавлен буквально сезона 3 назад, может быть 4, вот, и на нем минус резист идет по сопротивлениям, да, в сумме, конечно, по урону он будет выдавать больше, чем такая связка, но под ХК я бы не решился собирать посох, потому что у нас очень контактный билд, очень близко к мобам, мы запрыгиваем в пачку, чем больше пачка, тем лучше, мы прям ищем вот эти большие скопления, чтобы новое разнести все в клочья, так сказать. Это что по поводу пушки. Шапка. Доконал меня этот слот. И в целом я так и остался в шапке, которую нашел чуть ли не в первый день сборки этого барба. Да, на ней есть плюс 5. В принципе, это то, что нам нужно прежде всего со слота шапки, то есть 2 к War Cry, 3 к самому основному скиллу War Cry и немного полезных свойств. Но, как вы видите, к сожалению, не очень хороший корабль залетел. При помощи Ларзук Пазл Пис удалось пробить только 1 сокет, могло быть 2. В общем, немножко не везло. Если вы будете делать шапку, то, конечно же, мы используем Сейфити Крафт на любую барбовскую шапку с Хэла. Я не помню, там очень низкий этим левел нужен. В общем, любая с Хэла шапка на барба, там Джаубон, Визор, всякие и другие крылатые вот эти шлемы, они все подходят. И вы можете на них просто закидывать рецепт. Это Рунаид, это Изумруд, это Джевел и это, собственно, сама шапка. Вот, я сделал около 250 попыток по моим примерным подсчетам. И шапку именно на War Cry не нашел. Было парочку интересных на другие скиллы, но на War Cry не получилось. Так что пытаемся, пытаемся, пытаемся поднимать все желтые и, естественно, скручивать при помощи Сейфити Крафта. По поводу амулета, да, довольно простой амулет. War Cry не от бифроузен. И это, опять же, к слову о том, что шапка не до конца удалась. Если бы она была посерьезнее, я бы вставил в нее Руну Чам, которая в этом сезоне, кстати, стоит чуть-чуть дороже, чем в прошлых. И уже как-то немножко жалко в такую пивную шапочку вставлять какой-то Чам. Если бы она была посерьезнее, я бы, конечно, Чам, допустим, а второй Руна Ист или что-то в этом роде поставил. Вот. Поэтому Кенот Бифроузен обязательно в билде должен быть. И где-то его нужно поставить. Ну, как вариант, вот такой простой синий амулет, три War Cry и Кенот Бифроузен. На теле у нас, как я уже и говорил, Энигма. Мы стремимся к Энигме. Мобильность, прежде всего. Понятно, что есть вот этот вот Блинк, и который стал лучше, опять же, сезона 2 назад. Несколько раз Энигму бафали. Это не то, что было раньше. И как бы 5 зарядов Блинка, и каждый восстанавливается 3 секунды. В плане мобильности очень даже хорошо. А на карты хватает вообще за глаза. Потому что там не все так быстро падает, как в каком-нибудь Пите или даже... Ну, Травинкал это что-то отдельное. В общем, не так падает легко, как в лодовских локациях. Поэтому хватает. Хватает вот этого восстановления зарядов под карты только так. Вот. Ну и в остальном понятно. Энигма почти та же самая, что в оригинале. Да, есть скорость бега поменьше, есть сила поменьше, есть МФ поменьше. Но в остальном, как бы все у нее хорошо. Ну и за счет Джаха и Бера понятно увеличение лайфа и снижение входящего дэмэдж редакшена. Очень балансная броня за свои руны. Очень хорошо сюда вписывается. Ботинки. Я использую Алдуры. Вы можете использовать все, что угодно. Это могут быть хорошие какие-то рарные решения. Это могут быть Мерманш прокиты, например. Если вы не используете Энигму и хотите быстро бегать там и добегать от цели к цели. Да, в принципе, все, что угодно. Можно вартревелеры на МФ, если вдруг с резистами и со всем остальным все хорошо. Но я очень люблю Алдуры. У них очень суммарно такое большое сочетание всех статов и их очень много. Поэтому я использую Алдуры. По поводу колец. Немножечко стрёмно выглядят эти кольца. Да, 20 ФКР, остальные строки довольно смешные и практически ненужные. Но, увы, без 20 ФКР колец я не могу обойтись в этом билде. Здесь не хватает скорости каста. Нужно какие-то, возможно, карапты искать. И тогда можно одно кольцо заменить не на 20, а на 10. Поэтому с ФКР довольно сложно. На трейде, увы, такие с кольца даже с 20 ФКР и остальными ненужными особо статами стоят от Векса, может быть, выше. Поэтому придется, придется все равно их поставить. И сразу поговорим тогда к слову о ФКР и то, что у нас Арахнит Мэш. Понятно, что Арахнит Мэш может быть выше по ФКРу, да еще и карапнутый на ФКР. Так же, как и Окультисты. Перчатки тоже существующие сезонов 5, добавленные именно в этом моде. На них тоже может быть карап на ФКР. Но это все очень дорогие вещи, если мы будем добиваться Брейка 105 вот таким способом ради замены кольца. Поэтому с кольцами получится побюджетнее. Но если где-то что-то залетит, можно заменить 20 на 10 с более хорошими свойствами. Понятно, по поводу Арахнида, это незаменимый слот и ФКР, и AllSkills. Карапты ищите какие угодно, какие любые полезные, да. И Окультисты Перчи дают курс дюрейшн, то есть висит на нас гораздо меньше проклятия. Увеличение маны, почему нет? Потому что инсайта у нас нет. И мана бывает доходит до нуля, но при этом, естественно, пропиваем банку. Но это очень редко на самом деле происходит. Благодаря подобным параметрам, потому что маны больше там 9 сотен, по-моему, да, под Абкриком. И работает это все здорово. В общем, Окультисты, пожалуй, лучший слот. Понятно, может быть Транги, понятно, могут быть какие-то еще на 20 ФКР перчатки, какие существуют в игре, я забыл. Вот. И, в принципе, даже кастерские бывают перчатки, да, еще и с Караптом. В общем, что-то подобное можно надевать. Но я считаю, Окультисты это лучший здесь слот. На свопе у меня на данный момент стоят простецкие две Алибабы. Это под Травинкал. На самом деле, в идеале, конечно, можно под Абкрик поставить Хота плюс Колту Армс. И получить плюс 7 к Варкрай ветке с Абкрика, да. То есть для более сильного БО, для более сильного Баттл Коммандо. Но у меня стоит так, я особо не парюсь, я бегаю туда-сюда, сочетаю, могу и в Питок сходить, могу и в Травинкал. Поэтому у меня просто вот такие две штуки и как бы вот эти лишние три скилла на Баттл Ордерс как бы мне особо-то погоды и не делают. И я просто обкрикиваюсь с основной руки. По поводу чармов, конечно же, это Барбариан скилл левел, Торч, конечно же, это какой-никакой Анихилус, конечно же, это скиллеры на Варкрай и, конечно же, гид побольше МФа. Ну и, в принципе, голда тоже хороший параметр для нас, потому что если мы такой полу-голдфайн барб, у нас есть две Алибабы и плюс гид, это уже хороший множитель на то, чтобы выпадали большие кучи в Травинкале. Вот. По поводу скиллеров хотел бы сказать, что вот такие скиллеры с 5, с 6 к дексте, с 6 к силе, они работают очень хорошо, поскольку барб получает за одну виталку по 4 хп. И по сути, если вкидывать, не докидывать дексту, допустим, да, и эти поинты перекидывать в виталку, мы получаем 5 дексты, все равно что 20 хп. Понимаете, о чем я говорю? Если это 6, то это 24 дексты либо силы. В общем, такие чармы стоят, как правило, дешевле, чем с хп. Вот. Но в случае с барбом, это очень хороший способ сэкономить. Сэкономить. Вот. И поставить что-то такое, да, на дексту, на силу вместо хп-шных чармов. Да, и статы, конечно же, это сила под Стормшилл. Достаточно 156. У меня стало 158, потому что Энигму я надел несколькими левелами ранее, и там идет за счет левела увеличение силы. 156 достаточно, причем Стормшилл сам себя держит. Не забываем об этом. Это не Резуректа. Тут все само себя держит. И если сила есть это на вещах, она как бы работает. Вот. И декста, естественно, под блок. Блок 7 из 5. Это очень сильно без вариантов. Все оставшиеся в Виталити, Ванеджи, ничего. Что по поводу мерка? Это мерк из второго акта. Дефенсив, дающий ауру Дефайенс, если я правильно произношу. Увеличивает Дефенс и дает дэмэдж редакшн, и ему, и нам, хардкор, выживаем. И, конечно же, это реперстол эфирный. Пробиваем на как можно большее количество сокетов, вставляем, как правило, шаэльки, но в данной ситуации я закрыл брейк 75 с трэшером. И это предмаксимальный брейк. Дальше немножко тяжеловато, поэтому согласился на него. Вот. Если у вас многосокетный, можно вставлять, конечно, больше шаэль и добиться чего-то более высокого. Например, следующий брейк, по-моему, 142 финально идет. Вот. Ну, при условии, что мы не используем Рунворд Хассл, который, кстати, добавили только в этом сезоне сюда. И он дает довольно много, и там брейки добираются с ним очень легко, максимальный, так сказать, по скорости атаки. Вот. Вампайр Гейс. Тоже хороший вариант. Лич дэмэдж редакшн, Левиафан дэмэдж редакшн, Стринги лич дэмэдж редакшн, Лейн оф Хэнс, небольшой дополнительный дамаг по демонам, и скорость атаки, и резисты, и ботинки. На данный момент вот такие прикольные ботинки, кстати говоря, но немножко не докрутились по резистам. Тем не менее, плюс-минус мы все закрыли, кроме, наверное, Кенот Би Фроузена. Пойдет. Карты. Карты могут быть разные. Довольно много вариантов нас плюс-минус устраивает. Да, конечно, чем выше тир, чем страшнее свойство там на увеличение ХП, тем дольше мы бьем мобов. И в целом-то урона-то не так много в этом билде, поэтому желательно все-таки без каких-то дополнительных штуковин, типа увеличения ХП и не самые высокие тиры. Как всегда, самая лучшая карта под физовиков, это, пожалуй, Хоразон. У меня ее сейчас с собой нет, да и как бы зачем она нужна? Давайте что-нибудь посерьезнее возьмем, например, Падение Колдея. Неплохая карта. Почему бы ее не сбегать? Мы выходим, как всегда, обкрикиваемся. Battle Command, Battle Order, Shout. Обратите внимание, 17300 диффенса. Почему так мало было больше, я не знаю. Тем не менее, полетели. Ману тоже можно взять, это неплохо. Инсайта у нас нет. Мы запрыгиваем Энигмой в пачку или хотя бы между пачек. Мерк успевает довольно быстро навешать, как вы видите, Amplify. А мы должны успевать, в свою очередь, кинуть дебафный крик. Вот эти красные точечки, как вы видите. И, собственно, спокойно раздамажить пачку. Физрезовый сразу видно попался чувачок, у которого почему-то еще и не навешивалось ничего. А мы, тем временем, летим дальше. Не очень приятно бить маленькие пачки. Да, сделать какую-то стяжечку, запрыгнуть в центр, раздать дебаф и уже раздамажить новой. Вот это гораздо приятнее. Аур и Майт. Да, чуть-чуть ведем себя аккуратнее с Аур и Майт. Но, тем не менее, у нас 75% блока, 2800 хп и около 50% дэмэдж редакшена. В сумме, если все сложить, вместе с мерком, так сказать, падают какие-то уники не особо интересные, на которые уже глаз наметан и просто иммунитет на них не реагируешь и не поднимаешь. И как-то так все происходит. Вариантов карт, на самом деле, довольно много для физовых билдов. И поскольку у нас есть и амплифай на мерке, и наш дебафающий крик, то, по сути, все карты без физимунов нас устраивают. Но самое лучшее, пожалуй, как я и сказал, самое удобное будет, наверное, Харазон. Хотя, побега вчера плотно весь день, разные карты. Все карты уже чувствуются как одна и ничего, как бы, страшного не наблюдается. Какая-то чуть подольше, побольше кастов. И это, в целом, не страшно. Что я могу еще вам показать? Понятно, The Pit. Понятно, The Pit это номер один по первое время. Если у вас бюджетная сборка, если по каким-то причинам вы начали за этого борьба и хотите сразу на нем лететь, вы выходите в Афтер Клойстер, бежите обратно в Томой Хайленд и ищите Питочк. И фармите его, в целом, тоже сколько угодно. Ну и, естественно, Травенкал. Давайте коротенько я вам покажу, если вдруг кто-то не знает, что такое Травенкал. Мы прыгаем до пачки. Здесь сейчас такой средненький ролл, потому что придется прыгать в два места. Бывает, что они все в одном месте стоят и сразу стягиваются. То же самое, вешаем дебаф, раскрикиваем, все упали. Мы свапаемся на Алибабы. Алибабы у меня простые, как видите, в них даже ни лема, ни ист, ничего не вставлено. Тем не менее, я вижу у себя 367 МФ на данный момент и довольно много Голдфайнда. Я даже не знаю, сколько его. Голдфайнд 589. Я без понятия, откуда столько набралось. Хотя да, по 230 только сами Алибабы, все логично. Я свапнулся и начинаю потихоньку обкрикивать. У меня сейчас довольно жесткий лутфильтр, но вы как видите, какие-то кучки с Голдой выпадают. Какие-то шмотки выпадают, которые тоже, как правило, не подсвечиваются. Да, потому что лутфильтр жестковат. И каждый, каждый труп мы просто обыскиваем и нехило лутаемся. Ну и пожалуй на этом все, друзья. Если что-то я недорассказал или что-то осталось непонятным, как всегда, обсудим в комментариях под этим видео. Увидимся на стримах на Твиче и в следующих роликах на Ютубе. Ребятки, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!